друзья добрый день здравствуйте меня зовут катя вы у меня в гостях на канале который посвящен красивым вещам которые можно сделать своими руками преимущественно мы говорим тут и вязание но иногда бывают около вязальные около рукодельные вернее темы вышивка дизайн костюма что-то там житье просто одежда в общем мы говорим про все про это сегодня будет эпизод из моей вязальной жизни я приготовила вам пару вещей по которым у меня есть продвижение значимые и не очень и просто об этом поговорим собираемся в такой вот интимной вечерней обстановке ничего особо разглядывать я вам предложить не могу поэтому просто такой вот вечерний вечерний разговор темнеет сейчас рано и поэтому это такая картинка будет традиционной ближайшие полгода и так на дворе на дворе на 14 ноября у нас уже лежит снег мне писали что на кубани и в других прекрасных местах во все еще тепло но вот у нас уже снег причем намело достаточно много и уже прям хочется переодеться в зимнюю одежду что наверное уже и надо делать но как-то все-таки душа еще понимаете ждет каких-то летних отголосков хотя бы осенних отголосков и никак не может настроиться на зимний лад но действительно уже все уже 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 во всю зима поэтому теплые вязаные вещи очень актуально у меня вот здесь вот стоит пакетик у меня здесь лежит на коленках тоже вещь и о них сегодня и поговорим сначала до этого видео хочу друзья пару слов сказать про микрофон мне делали небольшое замечание о том что он сушит спасибо вам за такие сигналы я сама слышу что он сушит но я пока не успела его поменять я планирую в ближайшее время замену микрофона на вот такой знаете который не с проводами а просто он приставляется к камере как пушечка такая он дает минимальные звуковые помехи здесь возможно еще не от волос и не от сережек а просто от того что провод висит он движется и колышется и возникает такое шуршание мне тоже это все очень нравится я прошу вас прощения заранее что еще несколько роликов у нас будет вот такой режим потом я обязательно что-нибудь придумаю я снимаю просто на телефон и эти наушники они единственные которые подходят по разъему к телефону петличка все равно тоже будет шуршать я уже пробовала и она дает какие-то странные звуковые сбои потом при монтаже поэтому друзья я очень прошу вас некоторое время еще немножечко потерпеть все поправим исправим но на это вы понимаете надо время выбрать модель надо деньги купить это все настроить пока вот за прошедшие две недели к сожалению времени у меня на это не нашлось ну еще раз говорю мы все поправим вот такое вступление ноябрь неделя была такая вообще непростая потому что надо было много всяких дел по работе сделать но у меня обычная песня я даже не буду ее начинать вот хочу сказать что я сегодня в своем топе розы я его обожаю этот топ давайте-ка я немножечко камеру отодвину получше видно этот топ связан по дизайну по чужому дизайну и вся его прелесть вот вышивки здесь много-много-много-много-много пайеточек таких микро пайеток трехмиллиметровых которые не блестящие они такие полупрозрачные чуть-чуть с переливами и все это смотрится вообще просто потрясающе вот сейчас видно как будто это теневое вязание да то есть теневое вязание сверху нашита пайеточки очень люблю вот этот топ и вот этот цвет он на самом деле это цвет такая яркая яркая малиновая фуксия вот сейчас все-таки немножко он более теплый кажется красным он такой вот красивый такой розовый цвет этот цвет в этом сезоне друзья очень актуален у нас есть у нас я имею ввиду в индустрии моды есть тенденции есть ключевые цвета сезона и вот этот цвет он вот в этих тенденциях называется цвет орхидея он является таким ключевым цветом на этот сезон и на следующий поэтому если у вас есть что-то такое похоже на фуксию похоже на цветущую орхидею пусть не такое ярко может быть этот цвет такой более разбеленный или чуть-чуть там с другими вот вкраплениями цвета или такой наоборот более насыщенный более темный используйте его особенно если он вам нравится вы будете просто на пике на пике я как-нибудь соберусь и сниму видео вот об этих ключевых цветах они очень красивые и на этот сезон и на следующий а если учесть что мода все-таки она не меняется вот так по щелчку пальца а как-то растягивается то эти цвета будут еще долго актуально поэтому можно вполне себе вязать ладно перейдем перейдем к моим готовым работам ой кстати я достала мешочек просто смотрю на него лежит тут рядом меня манит следующую работу как раз я начну вот в этих цветах вот смотрите вот я сижу у меня такой малинового розовый цвет вот здесь вот цвет сиреневый такой вот у горшка вот у этого кашпо такой он тоже фукси но чуть-чуть в другой девочек вот это все можно 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 брать и вязать да в любом случае можно брать и вязать даже если это не в трендах но в этом году прям особо актуально и так я довязала платье софте мне осталось запрятать кончики кончиков тьма друзья просто было миллион некоторые моточки содержали по 3 по 4 по 5 узлов то есть вообще очень много причем связанные они буквально вот на самом стыке и ты вяжешь и не видишь этого кончика что ниточка на такая махровая и когда ты довязываешь и понимаешь что тебя обрыв нити распускаешь полряда потому что почему распускаю потому что я стараюсь все кончики выводить боковой шов особенно это актуально вот на таких толстых полотнах потому что прятать в полотне которые на лице или в рукавину который видно до прятать эти кончики подшивать их это не очень удобно и все равно деформация будет видно а в шоу в боковой прекрасно и поэтому я и связала этот эту вещь полностью сшивную вот такой объект длинный предлинный но все друзья он весь готов мне очень нравится как это все смотрится прекрасно выглядит горловина а прекрасно выглядят манжеты так мои хорошие мои хорошие все я я вообще довольна очень этой вещи мне надо заправить кончики отдать ее уже хозяюшки большая хорошая теплая вещь себе обязательно буду вязать у меня еще есть такой вот красивый аквамятный цвет и для дома прямо очень приятные тона расход 11 моточков и это наверное очень сильно большой оверсайз на 44 размер и очень длинный вы видели он прям действительно длинный то есть полноценное такое домашнее платье опять же никаких деталей не рассказываю потому что это надо все снимать при дневном свете и говорить отдельно потому что есть некие моменты которые заслуживают внимание единственное что хочу сказать вот чем я была недовольна в прошлый раз в прошлый раз я жаловалась что сюда не подходит шов плечевой который выполняется на трех спицах потому что он не эластичный и на самом деле сейчас я это тоже подтверждаю он действительно вообще не тянется не тянется а эта вещь вся тянется и вот как бы не было тут конфликта с этим делом перевязывать я уже это все не буду потому что это невозможно распустить но мои глаза не в состоянии это сложно очень даже вот по только что сделанному швора мне было распускать поэтому я скрипя сердце пошла на вот этот компромисс и оставила этот шовчик и у меня был большой очень мысик когда вот вот этот шов боковой он не эластична он присобирает когда ступишь сюда рукав вот в этом месте получается такой вот некрасивый мысик я конечно тут предприняла некие меры когда вывязывала рукав но сейчас вот когда я все вшила все собрала вот вы видите ну почти нет этого мысочка почти нет и даже несмотря на то что вот этот шов он по-прежнему остается не эластичного общение тянется вот я для себя поняла что я бы здесь лучше вышила обычным матрасным швом вот этот матрасный шов он прекрасно для софти подходит он ведь и эластичный и он да он такой широкий но он плоский в общем вот это вот вещь вот этот нюанс я его еще раз потом повторю когда буду рассказывать вам как вязала эту вещь хотя тут нет никаких вообще абсолютно практически секретов но вот этот момент просто можно брать на во на вооружение и все-таки использовать шов который выполнен тремя спицами на трех спицах для таких менее эластичных полотен он хорош прекрасен я его люблю это вообще наверное прием который войдет в топ пять приемов лучших этого года вязальных но не сюда сюда я буду следующий во второй вещи использовать вот матрасный шов в целом вязание совершенно не разочаровала она была легким быстрым очень приятным и тактильно приятным и приятным по своим результатам потому что полотно очень быстро прирастало и если бы я вот не отвлекалась на другие про проекты на другие изделия она давно бы уже была в обиходе и радовала свою хозяйку ну вот ладно мы все люди творческие можем отвлекаться немножко второй проект который у меня продвинулся но остановился на том месте на котором остановился по причине того что нет пряжи это вот мой очередной свитера джунка кому-то который называется веточки веточки короче друзья это такая радость понимаете вот даже если мне этот свитер будет некрасиво в итоге не подойдет там к чему-то ну хотя нет хотя я знаю что подойдет и я уже понимаю что я буду его дорабатывать потому что он немножко конструктивно даже после стирки не совсем для меня подходит чуть-чуть не его надо будет переделать но вязать его такое огромное удовольствие вот я вам передать словами не могу в общем у меня оставался один белый моточек и мне его почти полностью хватило на рукав серенького у меня еще очень много а вот белого хватило на рукав и немножечко на резинку здесь резинку я вижу на вот этих вот адиках потому что ну нет сил на мэджи клубе вот это вот вот эту вот миниатюрку вязать как-то я носки спокойно вяжу здесь для манжета я прям не смогла вязать и в общем друзья прямо на удовольствие одно удовольствие вот эти вот рапорты до повторы узора они как семечки один связал 2 3 4 1 2 3 4 полотно растет цвет цвет ну здесь у меня конечно не контрастный цвет но он все равно этот жаккард виден и он такой прям прям отличнейший благороднейший и выглядит потрясающе в общем я так довольна этим процессом вы просто себе представить можете я очень очень-очень-очень этим довольна процессом он замечательный значит что я буду переделывать я горловину сзади я мне во первых не нравится вот этот вот совершенно не нравится вот этот вот ворот я хочу сделать ворот высокий и поэтому как только я все закончил я вот здесь подниму петли уберу резинку уберу немножко объема вот здесь вот сзади на вот этом вот ростке и просто свяжу горловину резинкой и все у меня будет хорошо мне не нравится вот здесь вот сзади собирается немножко здесь вот таким пузырем вот тут во первых еще момент что сразу же идет жаккард и вот а вот это полотно без контрастной нити она все равно мягче получается как я не старалась подогнать плотность но но все но тоньше и поэтому вот немножечко фалдит и мне это не очень нравится я это буду исправлять в остальном это просто огромное удовольствие вязать джонкины модели именно именно джункины как она это за себе придумала как она это дело спроектировала самый интерес вот самый интерес вязать так как это придумал дизайнер чтобы понять дизайнерскую мысль у джунка очень много есть таких вот всяких интересных моментов она вяжет кокетку не так как мы ее вяжем немножечко у нее другие распределения и понять вот этот ритм понять логику посмотреть как она вписывает аккуратненько жаккардик как она миксует вот эти жаккардовые узоры это кстати вообще не так-то просто и вот вы знаете я вот просто сейчас изучают эту тему и вообще всегда интерес не интересовалась вот этот микс жаккардовых полосок он имеет свои законы вот если вы просто начал надергаете узоров из журнала они могут не лечь вот в такое гениальное сочетание а сочетание действительно гениальное потому что она композиционно выстроена правильно и вообще вся эта модель дизайнерская конструкция выставлен выстроена композиционно очень верно и именно впитываете вот авторское понимаете не надо смотреть как переделывает какой-то там другой человек даже я потому что у меня нет вот этого видения дизайнера вот конкретной одежды который вкладывал в эту композицию в конструкцию в комбинацию рисунков в распределение прибавок это важно в этом есть разница между шедевром и свитером в которые просто надергали разных визу вяжите как вам предлагает дизайнер а посадочка на себя это вопрос опыта это вопрос опыта и знания своего тела тут тут да тут надо немножечко модель адаптировать но опять же под себя под свои какие-то особенности посмотрите как подобран жаккард как он сходится в центре посмотрите ведь это прямо это ведь прямо декольте какое-то получается вот ну вы посмотрите какая прелесть это просто чудо в какую сторону повернуты рисуночки как они подобраны насколько петель умает я просто восторгивающий в совершеннейшем от этого свитера и от конструкцию рукава тоже вот смотрите она не очень широкая вот в этом месте но при этом здесь есть объем потому что есть прибавки ну это просто просто потрясающе в общем друзья этот свитерок будет ждать еще наверно какое-то время потому что я не знаю когда я до него дойду в плане дойду до магазина и куплю пряжу ну я его хочу очень быстро закончить кстати на рукав я вам всего два вечера выделила и вот он очень быстро вяжется очень быстро вяжется жаккард на рукаве соответствует полосочки жаккарду на теле это прям просто пять баллов дизайнеру джинка вообще большая молодец безусловно она вяжет на весьма специфичные вот это вот японские фигуры у них и телосложение другое я уж молчу про вкусовые предпочтения в одежде но вот все-таки есть модели которые для нас очень сильно подходит вот друзья на сегодня все с моими продвижениями я очень надеюсь что мы встретимся с вами через недельку друзья мне хочется заниматься каналом все-таки более регулярной манере я прекрасно понимаю что мне сейчас тяжело это будет делать но я буду очень стараться и как-то для того чтобы себя собрать чтобы самоорганизовать я буду выпускать на неделю такой календарик календарик выхода видео на ближайшую неделю возможно в декабре будут какие-то просадки какие-то недели будут пустые потому что декабрь у меня там защита годового бюджета и там я полностью уделяю время исключительно работе но я буду стараться поэтому смотрите в конце недели будет выходить в разделе сообщества календарик с видео на следующую неделю пусть даже там будет одно видео но я буду писать в какой день примерно будет видос выходить возможно будут какие-то другие информационные штуки полезные в том числе и для вас вашем организации в вашем процессе и вязальном и в каком-то может быть житейско-бытовом поэтому вот давайте попробуем так я очень надеюсь что как-то я смогу самоорганизоваться на сегодня действительно все новостей у меня больше нет я вам как обычно по традиции желаю здоровья желаю хорошего настроения и мира в душе будьте счастливы и здоровы и здоровы и счастливы до скорых встреч пока